Ситуация на юго-востоке Украины обостряется с каждым днем. Тысячи украинских граждан ежедневно пересекают российскую границу в надежде обрести покой, а главное – сохранить жизнь. В каждом городе и поселке эти люди ищут помощи и поддержки. В Краснодарском крае более трех тысяч человек уже написали заявление с просьбой о виде нажительства. Миграционная служба изучает их правовой статус и делает все, чтобы граждане Украины временно или на постоянной основе задержались на территории края. О том, как обстоят дела в поселке Новомихайловском, выясняла Дарья Туранова. В Новомихайловском городском поселении штаб по приему беженцев работает меньше месяца. На нем уже зарегистрировано 50 граждан Украины. Наталья приехала из Краматорска, а границу пересекала пешком. Из-за непрекращающихся бомбежек последний день в своей стране она провела в погребе. Дома остался двоюродный брат. Мама на днях приехала в Томск. Сейчас ее волнует только один вопрос – что делать дальше? Я на данный момент снимаю жилье. Мне родственники помогли с деньгами. Пытаюсь оформить документы на статус. Я уже не знаю, куда мне бегать. Работу не берут, потому что надо на законных основаниях работать. Возвращаться я не собираюсь. Мне надо сделать и гражданство, потому что мне страшно. В поселении работает горячая линия по вопросам беженцев. По ней любой желающий может предложить посильную помощь. Это может быть жилье, это может быть какие-то материальные блага для этих граждан, может быть работа для этих граждан. То есть эта линия регистрируется, особенно очень нуждается в жилье граждане Украины и Луганской области, которые пребывают нам. Потому что жить им не всегда есть где. Многие новомихайловцы уже откликнулись. Так в совхозе живут и трудятся две семьи. Для них организовано трехразовое питание и предоставлены комнаты для проживания. В сельском хозяйстве работают поле на обрезке, работают сады. Какие работы? Все работы после наводнения убирают. Нормально все. В общем, довольны. Они не платят ни за жилье, ни за питание. То, что заработали, то они все получают. Здесь никаких. Им разрешили до 30 дней как беженцам работать, покуда будут оформлены документы. Игорь Беляков и Валентина Попова приехали из Луганска. 22 года они живут вместе. Воспитали двух детей. С третьим младшим сыном приехали в поселок Новомихайловский. Сейчас, благодаря помощи со стороны, он отдыхает в лагере. У мальчика астма требуются дорогостоящие препараты. Родители озабочены вопросом оформления документов, чтобы официально устроиться на работу. Я готов паспорт от украинских выбросить сегодня же. Или попросить вас, чтобы вы вышли и выбросили его где-нибудь. Мы хотим, мы мечтаем о том, чтобы получить российские паспорта. В принципе, это единственное, чего мы хотим. Российский паспорт позволит нам работать, позволит нам взять медицинский полис, или как называется, страховка у вас и так далее. Стать полноценными членами, как-то влиться, ассимилироваться в общество. Вот это единственное, что нам нужно. Нам не надо ни жилья, мы жилье с ними. Будет работа, заработаем с ними в жилье. В этой семье ситуация осложняется тем, что супруга – гражданка Молдавии, откуда бежала еще в 90-х. Тогда спасение она нашла в Украине, но новое гражданство так и не получила. Через 70 дней из России ее депортируют на родину, где у нее никого нет. Игорь же украинец. Сейчас его документы находятся на оформлении на статус беженца, после чего он сможет работать, но по условиям не имеет права покидать страну в течение года. Как решится их вопрос, покажет время. Одно они знают наверняка, что будут до последнего пытаться получить российское гражданство и регистрировать свой брак. Вопрос оформления документов сейчас остро стоит для всех прибывших с Украины граждан. Разобраться в правовой системе и всех тонкостях процесса получения либо гражданства, либо временного убежища – главная задача. На самом деле все вопросы решаемы. Есть конституционный пункт, который у нас является звеном общерайонного штаба. Общерайонный штаб, который в том числе создан, он помогает гражданам Украины решить этот вопрос. В данный момент граждане Украины имеют большие прерогативы с другими иностранными гражданами. И также есть статус беженца, который, к сожалению, не все хотят использовать. Но в Михайловском поселении эти люди ищут помощи и поддержки. У многих из них нет здесь родственников и друзей. Они пережили вот эти бомбы, которые на голову сыпятся, мины, смерти близких. И они приехали к нам, чтобы у нас жить, как-то выживать, даже, можно сказать, куда им идти. Конечно, к нам, к своим родным людям.